Эмми Флауэр Пикчерс представляют Чарльза Лоутона В фильме Переулок Святого Мартина Автор сценария Клеменс Дейн В фильме снимались Вивьен Ли и Рекс Харрисон В остальных ролях Ларри Одлер, Тайрон Газрай и другие Режиссер Тим Уэрланд Оператор Жоль Крогер Композитор Артур Джонсон Продюсер Эрик Помер В Лондоне вечерние представления начинаются прямо на улицах За пределами театров и кинотеатров Уличных актеров лондонцы называют баскерами Они зарабатывают на жизнь, выступая для уличных зевак Композитор Артур Игорь Композитор Артур Расск hot Композитор Артур riding т Вилан �� Мотор concentrating п olds Это же Дукесси У него целая армия поклонников Это Джин Дукесси Джин Дукесси Добрый вечер, мистер Дукесси Добрый вечер Всеобщий любимец Ну что, хороший парень Будьте добры Дайте автограф Мистер Дукесси, пожалуйста, автограф Спасибо за внимание Дайте кто-нибудь ручку, быстрее Простите, я опаздываю Всего хорошего Взяли автограф? Нет Продаю автограф Дукесси За два шеллинга Он с ума сошел У меня цена один шеллинг, девять пенсов Дамы и господа Сейчас я вам прочитаю знаменитую поэму Которую впервые исполнил мистер Брэнсби Уильямс С тех пор, по самым различным поводам В переулке Святого Мартина С ней выступали мистер Джон Гилгут И ваш покорный слуга Поэма называется «Зеленый глаз маленького желтого бога» Написал ее Милтон Хейт Стоит одноглазый желтый идол К северу от Катманду И маленький мраморный крест возле города Подайте слепому Женщина со сбитым сердцем Смотрит за могилой Мэда Кару А желтый бог равнодушно это созерцает Ему всегда приходится обращать внимание На то, что происходит на земле Что поделаешь Если ты пользуешься симпатией у людей Его подчиненные в Катманду Называют его Мэтт Кару Хотя он был вовсе не таким уж безумным Впрочем, из-за всех его эксцентричных выходок Его боготворили в армии И даже полковничья дочь взирала на его благосклонно Он страстно влюбился в нее И то, что она ответила ему взаимностью Стало ясно всем Ей должен был исполниться 21 год Шли приготовление к балу в честь этого события В шутку, в качестве подарка Она попросила его принести ей Зеленый глаз Желтого бога Вечером, накануне бала Мэтт Кару был в состоянии экстаза Окружающие, попыхивая сигарами Подшучивали над ним В какой-то момент даже сам Мэтт Кару улыбнулся После чего Немного посидев в одиночестве Вышел в ночь под звезды Он вернулся до рассвета Нижняя рубашка и китель были разорваны Где Бетти? Бетти? Да, Есера И он сказал ей, посмотри в кармане Там мой подарок И она нашла там Маленький зеленый глаз Желтого бога Куда же подевалась собачонка? Нужно срочно найти парня, чтобы не убегала во время выступлений Держись подальше от вара Готовься к работе Сейчас наша очередь В самый разгар балла Она вспомнила о Мэде Кару И сбежала с балла Когда она пересекала площадь перед казармами До нее Нежно проезжая тьму Дыносились звуки чудесного вальса Дверь в комнату Мэде Кару Была широко открыта Скользкая и мокрая дорожка Посмотри, что он делает Верни по-хорошему Нет, отпусти меня Извините Страшный нож торчал из сердца Мэда Кару Такова была месть Желтого бога Дамы и господа Я должен попросить у вас прощения за небольшой скандал Свидетелями которого вы стали Я здесь не ради собственного удовольствия Поэтому прошу моего друга Дентри Собрать любые незначительные проявления благодарности Которые, кажется, я уже заработал Последнюю главу про золотого идола Вы не услышите по независимым от меня обстоятельствам Думаю, мое выступление стоит двух пенцев Спасибо 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 Дамы и господа С вашего любезного разрешения Мы представим вашему вниманию Новую вариацию популярной лондонской песни Успех Привет, Чарли Посмотри, какой я живчик Я уже отыгрался Кто ездит на такси и много чего заказывает, умнее нас Разумеется, что из этого Здравствуй, Доги Здравствуй Мне, пожалуйста, кофе За какие деньги? У меня есть шест пенсов Тогда другое дело Я еще возьму два тостепса Тостепса? Что это такое? Большие куски сыра, намазанное маслом Слушай, кто эти парни? То, что в смышной шляпе, журналист из американской газеты пытается нарисовать образ типичного лондонца Мадо же А второй? Кажется, он улыбается Как его зовут? Его зовут Фрэнтис Фрэнтис значит подмастерье, так и от композитора без певицы толку никакого Композитора? Вы, правда, пишете песни? Да Какое-нибудь уже продали? Да А вы кто? Либи сокращенно от Либерти Помните статуи «Свобода» в Нью-Йоркской камне? А что вы занимаетесь? Я танцовщица Я умею декламировать, хотите послушать? Стоит одноглазый желтый идол к северу от Катманду и маленький мраморный крест возле города Женщина с разбитым сердцем смотрит за могилой Меда Кару Пока желтый бог равнодушна, это созерцает Он вернулся до рассвета Нижняя рубашка и китель были порваны, а по виску стекала кровь Меда Кару тут же залатали, и он проспал весь день А полковничья дочь сидела возле его кровати Пересекая деревенскую площадь, она слышала звуки чудесного вальса А ну заморчи! Нам с тобой нужно поговорить Никаких драк здесь Что она вам сделала? То, что она мне сделала и не сделала, касается только меня, ясно? Надо же Теперь слушай меня Слушаю Послушайте, я, голубчик, не потерплю, чтобы вмешивались, когда говорю я Послушайте, что стряслось? Ничего, просто разговаривай Разговаривайте потише, ясно? Простите, сэр Не называйте меня сэр Прости, дружище, доги, следи за клиентами, хорошо? Теперь, юная леди, слушайте меня Вот что, дружище, мы все здесь уже много чего наслушались Давайте расслабимся, покурим Курите? Любязно с вашей стороны Доги, пожалуйста, налей мне чашку кофе, спасибо Возьмете сигарету? Спасибо, спасибо А вам дать? Ну, если вы позволите, а прикурить дадите? Конечно, с удовольствием Ладно, Харли, пойдем У меня нет желания есть, просто дожидаюсь счета Вы ведь оставите покой мисс, правда? Хорошо, вместо этого лучше съешьте топстес Кофе замыщут Спасибо за заботу Куда вы меня теперь потащите? Думаю прогуляться по улицам, а я думаю, лучше поехать на такси Ну, а я, в общем, мне пора Всем до свидания Постаньте Позвольте мне Маленькую вольность Спасибо, сэр Всего доброго Кто-нибудь увидел то, что увидел я? Увидеть что? Всем пока Субтитры подогнал «Симон» Пока, Джо Клуб для баллов и развлечений Ага Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну вот и пришли Поднимайся по ступенькам на второй этаж И не шуми, все уже спят А сколько еще этажей? Ты слышишь, мать? Что? По-моему, жесткий голос Размечтался, спи, не буди детей Спи. Благодаря удовольствиям и средствам от всех болезней нам проще идти нашим трудным путем. Да тише ты! Ну, теперь порядок. Души иногда тоже нужно радоваться. Здесь, правда, тесновато. Но как, нравится? Лично мне здесь очень уютно. А тебе? Может, скажете, что мне делать в этом клоповнике, который ты мне привёл? Займёшь мою кровать, а я сам о себе позабочусь. Я спросила тебя, что мне сейчас делать? Я ответил, ложись вон там спать. Сегодня тебе, по крайней мере, есть где спать. Не знаю, было ли это раньше. А с трудностями твоими мы разберёмся утром. Приятных сновидений. Только не храпим. Я не храплю вообще, понятно? Так, да, с кем? Так, да, с кем? Так, да, с кем? Диаврия. До сих пор. Ещё не戴. Ещё не戴. Ещё не днем. Ещё не дверённый. Ещё не надaufедай. Ещё не надaufедай. Ещё не забавайте двигаться. Эщё не надеугольная. Ещё не надеугольная. Продолжение следует... Котёнок. Здравствуй. Доброе утро. Хочешь зайти? Ночью слышал твои позывные. Давай, заходи. Только не шуми. Это я, деточка. Мать, посмотрю, что делает дочь. Хватит рыться по шкафам. Иди, садись за стол. Джулиан, перестань крутить приёмник. Джулиан, оставь приёмник в покое. Садись завтракать. Уже можно есть? Конечно, можно. Соблюдай приличие. Подожди, голубчик, пока побреется отец. Дай деткам приняться за завтрак. Уверена, они умирают от голода. Киса? Здравствуй, киса. Киса. Доброе утро. Выспалась? Пока не знаю. Сейчас мы это узнаем. Тебе нужно умыться и провести себя в порядок. А мы с кисой спустимся вниз попить свежего молочка. Поднимайся. Папа, она уже, наверное, и поела. Лучше смотри, как наворачивает твой брат. Я тоже уже наела. Замолкни и нос вытри. Давай, я тебя вытру. У тебя молоко бежит. Выключи чайник. Сама выключи, лентяка. Я еще не закончила. Работаю, засучив рукава. Я никогда не видела, как мужчина шьет. На флоте ты бы увидела много того, чего не видела раньше. Ты был военным моряку? Именно. Обычная заплатка, только и все. Привет, Джулиан. Чего хочешь? Мама боится спросить, платье готово? На подходе. Скоро будет. А можно посмотреть твоего мальчика? Нет, он только что заснул. Какая я неуглюжая. Что случилось? Что? Порезала палец. Иди сюда. Ну же. Давай, посмотрю. Сейчас перевяжем. Я хочу посмотреть твоего мальчика. Сейчас не до этого, дружок. О каком мальчике он говорил? Он говорил о Роберте, который живет вон там. В конечном итоге меня обязательно спросят на уроки. Я даже костюм специальный наделал. Доброе утро, дедушка. Я не твой, дедушка. Помогите. А у Чарли юной леди, она руку порезала. Что это за леди? С этой юной леди он завтракает. Значит, привел к себе женщину. Я был прав. Он хочет спросить, тебе удалось когда-нибудь провести публику? Похоже, он такой же умный, как и ты. Ты прав. Ну, я бы не позволила дать себе оплеуху. Не надо быть посуды, идем. Только старому коту можно отвешивать оплеухи. Так что пошли. Куда? Полицейский участок. Что случилось? Ты не можешь так со мной поступить, подлый змей. После того, как позволил Милу у себя переночевать, накормил завтраком, и я стала тебе доверять, ты не можешь так поступить со мной. Ну, скажи. Скажи, что мне делать? Скажи. В полицейский участок ведь можно идти по разным причинам. Что? Что ты хочешь этим сказать? Догадайся. Ты ведь не хочешь меня сдать, правда? Я тебя разыграл, глупышка, чтобы ты поверил, что я в состоянии провести публику. Мы идем в полицию только потому, что нашли портсигар. Что? Напугал? Зачем ты это сделал? Давай без обид. Просто подумал, что тебе нужно преподать урок. Ты ведь, насколько я понял, постоянно живешь за счет краденных портсигаров. Пошли. Интересно, как долго эта женщина пробудет у тебя? Кого это вы называете женщиной? С вами буду разбираться не я, а моя жена, когда сюда поднимется, поэтому вам лучше прогуляться. Он имеет право водить сюда кого угодно, если заплатил за жилье. Либи, не вмешивайся. Он сует нос не в свои дела. Послушайте, леди. Послушай, старина. Может, не будем устраивать скандал перед дамой? Нашел даму. Он назвал меня дамой, понятно? Дура-то, а не дама. А ты, значит, умный? Конечно. Это самомнение. Либи, успокойся. Как ты смеешь так со мной разговаривать, если я ему нравлюсь? Выпусти меня. Успокойся. Выпусти меня отсюда. Выпустите меня, выпустите. Что случилось? У него в комнате женщина. Тихо. У тебя есть женщина, мне она тоже нужна. Вот что, мама. Если бы ты в детстве не закрывал меня в комнате, я бы не последовал твоему примеру и не узнал бы, что у меня появилась новая актриса на главной роли. Стоит тебе ее разозлить, она свернет тебе голову. Она поет, как малюнка, и может танцевать на улице. Но совершенно неуправляемая. Мама. Дорогая. Ну что ж, может быть, я смогу временно лишить комнаты кого-нибудь из детей, пока не найду тебе комнату в другом доме. Договорись с Джулианом, а я подарю ему игрушку. Это тоже своего рода урок. Не один ты можешь давать мне уроки, понятно? Понятно. Что ж. Единственная трудность такого образования, оно дорого обходится. Что случилось? Где мой берет? Послушай. Я схожу за беретом. Не нужен тебе берет. Я ухожу. Маленькая ты, глупышка. Я тебя не выгонял. Перестань плакать. Ты уже взрослый, не должна плакать по пустякам. Перестань, перестань. Я уже весь мокрый. Ну что такое опять? Что такое? Что с тобой? Остановись. Прекрати. Прости, что я разбила твою посуду. Прости, что украла у тебя шесть пенсов. Прости, что над тобой смеялась. Прости все, глупый дурак. Прости, прости меня. Прости. Прости. Ну, раз тебе стыдно, прощаю. А теперь перестань плакать. Лицо от слез распухнет. Будет как блин. Как у меня будет. А у тебя есть зеркало? У меня есть сковорода. Пойди сюда. Я на ней ничего не жарю. Пользуюсь как добреющие. Видишь себя? Да. У тебя такое же маленькое личико. Как у кого? Как у моей актрисы на главной роли. У твоей актрисы на главной роли? Я только что сказал. Возражения не понимаются. У тебя здорово получается изображать меня. Могу смело утверждать, ты будешь способной ученицей. У нашей труппы есть опыт. У тебя есть темперамент. Осталось лишь придумать номер. Ч-А-Р-Л-З-У. Ну вот. Интересно, правильно ли я написала слово счастливых пишется через А или через Е. Это не важно. Долгих счастливых лет жизни. Нужно еще написать, сколько лет. Места не хватит. Нужно было указать его возраст. Вылезайте отсюда, бессовестный. Бери пирожное и убирайся. Ну и детки у меня. Боже мой, и она тоже здесь. Как картину пиши. Вылезай. Вылезай, грязная маленькая чертовка. Смотри, какой из-за тебя беспорядок. В тесто залезло. Небось грязными руками. Ах ты, бессовестная. Привет. Я тоже иногда что-то беру, не помыв руки. Ты рано. Торт еще не готов. Чарльз, успокойся. Привет. Я пришел. Ты почему так наверх торопишься? Не входи, пока не позову. Понял? Что ты от меня скрываешь? Когда я смогу войти? Я ведь спокоен. Почему ты меня не пускаешь? Открой, наконец, дверь. Теперь можешь войти. Я уже не уверен. Долгих счастливых лет жизни. Кто знает, как получится. Очень мило. Здорово. Только мне не 40, а 39. Как ты узнала про мой день рождения? Просматривала твои бумаги и нашла свидетельство о рождении. Я тебе очень благодарен. Красивый галстук. Спасибо. Тогда надень. Хорошо. Дай я сама. Стой спокойно. С этим галстуком мое лицо будто пожелтело. Оно и так желтое. С тех пор, как я с тобой работаю, у тебя не было ни одного выходного в субботу. Целыми днями работаешь. С тех пор, как ты появилась. Ненавижу и презираю деревню. Я могу заставить тебя ее полюбить. Я умею пить соловьем. Хорошо, получается. Скоро у тебя будет свободное воскресенье. Первое вижу, что ты умыл мордашку. К вам можно? Здрасте. Сегодня мой день рождения. Долгих счастливых от жизни, Чарли. Спасибо огромное. Если бы кто-нибудь открыл мне эту тайну про твой день рождения. Только не съешьте весь торт. Давайте за стол. Чарли, нож, резай торт. Посмотрите, какой торт. Какой красивый. У именинника. И правда красивый. Нельзя не признать. Тебе 40? Я не думал, что тебе столько. Мне не 40. 39. Ну что ты. Разрезаем на трещата. Раз, два, три. Режь осторожнее. Вы, конечно, можете выступать, как и раньше, но я вам предлагаю нечто новое. Но чувствую, вы не согласитесь. Я не хочу хираться, как баран, но если начать выступать ансамблем, это погубит мою индивидуальность. Индивидуальность. Мальчик. Отменяется. Взаимодействие. Вот стержень новой системы. А то юный джентри работает сам по себе, старый маэстро тоже. Но у меня еще есть Бетти. Есть у тебя Бетти или нет, вы оба должны войти в состав тропы. Представляю, какой успех ее ждет. Скажи им о моем предложении. Сама скажи. Мы будем выступать квартетом. Ставить большие спектакли. Да ну. А я думал, мы уже сотрудники. Джулиан, иди открой. Какую музыку будем играть? Что-нибудь неизбитое. Подобрать главную мелодию. У меня есть одна идея. Ну вот, сейчас предложишь классику. Давай что-нибудь поновее, что-нибудь свингое. Так предлагай свое. Я здесь сам кое-что сочинил. А ты хочешь использовать... Хочешь использовать вот эту мелодию? Вот именно. Помогу то, что надо. Итак. Раз, два, три, четыре. Я люблю тебя. Раз, два, три, по новой. Раз, два, три, так хорошо. На раз левый, на два правый. Что-то я запутался. Не выбивайся из Эльтмана. Мэк, пойди-ка разберись. Что это за сборище? Здесь семейный дом или студия BBC. Они разучивают новую мелодию. Я с ними танцевать не пойду. Народ, разойдитесь. Скажите, не здесь ли живет мистер Чарльз Стайдерс? Такой здесь не живет. Сегодняшнего дня, пока не научатся закрывать окно своей комнаты. Чарльз, к концу номера ты должен быть около меня. Опи, дай мне гитару. Будешь показывать Чарли, как правильно танцевать. Джен, три, иди сюда. Будешь мне подыгрывать на гармошке. Это лишь дело сноровки. Раз, два, три. Чарли, ты не стараешься. Понимаю, но меня гитара отвлекает. Минутку. Чарли, выйди, к тебе пришли. Один джентльмен. Иди сюда. Продолжайте без меня. Если не ошибаюсь, мистер Прентис. Правильно. И вы потеряли парт сигар? Я здесь лишняя. Большое спасибо, что провели. Прошу прощения, что помешал, но я только вчера вернулся и узнал, что вы вернули мой под сигар. Я просто хотел поблагодарить вас. Вы, наверное, удивились, почему я не пришел раньше. Нет, нет, нисколько. У нас здесь работа по горло, и было не до этого. К тому же я временно съехал с этой квартиры, давал представление у одной меценатки. Понятно. Что ж? Я не возьму, сэр. Должен сказать, определенные обстоятельства... Вы о девушке? Девушке? Не совсем понимаю, о чем вы. Ваш парт сигар нашли под прилавком. Когда вы ушли, тогда нет причин отказываться от вознаграждения, не так ли? Любезно, с вашей стороны, сэр. Но я откажусь. Да? Извините. Вы тоже меня извините. В сущности, мне следует извиняться за случившееся. Именно меня. Чарли, идем. Я придумала новое па. Вы нашли свой ваш парт сигар? Все в порядке, мы с Либерти. Я очень рада вас видеть снова. Пришел поблагодарить мистер Стаггерса за то, что он вернул мне парт сигар. Вот как? А вы его потеряли? Может быть, зайдете, посмотрите, как мы репетируем? Либи, на этот раз ты не должна разорить мистера Прэнтиса. Жаль, что вы не привели сюда вашего американского журналиста. Либи, хватит. Он бы написал о нас рекламную заметку. Ну, я тоже могу написать. Правда? Вы хотите взять у нас интервью? Чарли, он хочет взять у нас интервью. Ты же не будешь против, боже мой. Заходите. С раннего детства у меня было страстное желание к самовыражению. Я колебалась, в каком направлении развивать карьеру. Пока судьба не преподнесла мне подарок – встречу с мистером Чарльзом Стаггерсом, одним из ведущих уличных актеров современности. Мы сотрудничаем с мистером Оппе Смитом и мистером… Как твое настоящее имя, Джентри? Предпочел бы не называть. Другая такая возможность вряд ли представится. Мы сгораем от нетерпения представить новый спектакль в понедельник у гостиницы. В понедельник я приду, Либи. Джентльмен не понимает, мы выступаем снаружи, а не внутри. Он все понимает и желает нам успеха. Либи, зря ты села на подлокотник кресла. Ты знаешь, что это небезопасно? Продолжайте. Мисс Либерти. Кстати, как ваша фамилия? Просто Либерти. Как гарба, понимаете? Для афиш так будет эффектнее. Я слышу про афиши. Либерти, как она предпочитает себя называть, не всегда будет довольствоваться выступлениями на улице. Я правильно понимаю? Правильно в моих планах танцевать во всех европейских столицах. А начнем мы с Холбан Импайр. КОНЕЦ КОНЕЦ Водитель, подождите здесь. По окончании спектакля я познакомлю вас с актерами. КОНЕЦ 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 Девушка танцует весьма неплохо. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Благодарю. Здравствуйте, мистер Сайлес. Здравствуйте, рад, что вы пришли. Либи, здесь мистер Прентис. Извините, сэр, я продолжу сборной. Спасибо. Здравствуйте, Либи. Как поживаете? В Толевской зрении. Иронизируете? Либи, мои родственники хотят с вами познакомиться. Его родственники хотят с нами познакомиться. Правда? Идем. Мисс Либерти, мисс Стайерс, леди Салина. Мисс Форлингиш. Здравствуйте, мисс Сударня, мисс Салина. Только у меня представление, извините. Спасибо. Спасибо. Проходи, приятель, ты слишком задержался. Послушайте, констабль, мне разрешили находиться возле машины. Хочешь, чтобы я тебя арестовал? Послушайте, не волнуйтесь, сэр. Эти люди не опасны. Пошевеливайся. Констабль, это я во всем виноват. Сэр, мы не можем дышать инструкции. И что, всегда так вышвыривают? Думаю, констабль прав. Профессия уличного актера не оправдание для попрошайничества. Завязываем, ребят. Оставляем улицу другим. А вы особо не настырничайте. Пляшите, но осторожно. Сегодня строгий констабль. Они уступили место. И вы не задерживайтесь. Жаль, что так вышла. Вам лучше смотреть представление в театре. У вас есть деньги, а значит, и право. Либи, это не так. Вы слышали, что сказала ваша мать? Мама хочет, чтобы вы выступали. Вы стыдились меня около машины. Просто моя мать сноб от искусства. Мы хотим открыть вам путь профессионала. Профессиональную индустрию развлечений. Либи, где ты там застряла? Иду, мы обязательно к вам придем. Пока. Что ты сердишься? Неважно. Главное, мы разметли публику. Хватит нам у знакомых. В труппе и так 12 человек. Пошли. Такой счастливый день мы пьем, Эль. Но даже если бы я был в высших кругах, мне бы не понадобилась лучшая поддержка и лучшая компания, чем ваша. Что же касается Либи, то мы все знаем, создание трупа это была ее идея. Разумеется, сначала я вносил в программу изменения, но сейчас единственная моя власть в том, что я продюсер моей девочки. Что ж, выпьем за уличных актеров, за их прошлое, настоящее и будущее. За актеров и актрис. Пообещаешь мне? Говори. Через 10 лет все уличные актеры исчезнут. Что ты хочешь сказать? Труп из 12 человек не делает вас более защищенными. Вас будут постоянно давить штрафами или просто выталкивать с улицы дубинками. Все от нас рано или поздно выгонят с улиц. Всех, я уверена. Хотел бы я посмотреть, как они это сделают. Выдаешь желаемое за действительное. На самом деле мы никому не нужны. Все над нами смеются. Молчи. Но она права. Что ты говоришь? Моя семья продавала цветы на улицах старого Лондона. Несмотря на все королевские распоряжения. Сперва выпроводили Энсонов, потом остальных. Теперь и нам придется уйти. Всем. Этот вечер излечил меня от грез. Ты же не слышал, что сказала про нас эта лицемерная мамаша в норке. Назвала нас попрошайками. Я была права, я ухожу. Я твой директор, ты в моей труппе сядь. До свидания всем. Неподчинение. Вот так-то. Сударыня. Я по приглашению мистера Прентисса. Как вас зовут? Либерти. Да, да, он вас ждет. Проходите. Вот сюда. Позволите ваш плащ? Прошу вас. Спасибо. Вашу шляпку. Благодарю. Прошу, проходите. Мисс Либерти. Наконец-то. Я так рад, что вы пришли. А мистера Стальгерса вы с собой не привели? Нет, он остался с друзьями и произносит речь. Очень жаль. Что ж, проходите. Я вас со всеми познакомлю. Аппетитное блюдо, но вы его попробуете только после меня. Пойдемте, выпьем. Привет, мам. Привет, Чарли. Что-то ты не в духе, как прошел новый номер. Разве Либи не сказала? Нет. Я иду спать. Спокойной ночи. Она до сих пор не вернулась? Нет. Решила прогуляться. Еще рано. Вернется попозже. Чарли, Либи ведь тебе не сказала, куда пошла, не так ли? Нет, нет. Она предупредила, что вернется поздно. Она не могла не сказать. Вкусно. Что это за напиток? Только не говори, что она раньше не пробовала шампанского. Отвечу за него. Я, правда, раньше никогда не пробовала шампанское. Мисс Либерти, попробуйте предмет моего кулинарного искусства. Премного благодарна. Сейчас она со мной мила, а до этого оскорбляла. Я не понимаю никого из вас. Я не понимаю. Скоро поймете. Мама, иди спать. Ждать ее – мое дело. Почему это твое дело? Почему? Я лишь хотел сказать, что при ней должен быть мужчина, который о ней заботится. Конечно так. Молодой человек ее возраста, который будет водить ее на танцы и вечеринки. Почему мне не дождаться ее по вечерам? И вообще, откуда ты знаешь, что меня ей будет мало? Я увлечен малышкой. Именно поэтому сорокалетнему мужчине и нужно быть благоразумным. Мне не сорок. Тридцать девять. Я 39. Сколько ей лет? 18-19. Им понравилось. Я был уверен. У вас уже есть покровитель, мисс Либерти? Есть, вот он. Значит, я? Я хочу выпить. Хочу. Не сомневаюсь. Легкие напитки пробуждают женщине желание. Но вечеринка только началась. Сперва нужно сделать более важные дела. Приходите ко мне, я разрешу ваши трудности. Приду к вам, и что дальше? Как откровный театральный агент. Завтра я буду у вас в котором часу? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, вот я и дома. Продолжение следует... С чем? С началом успеха. С первой главой истории. Ну и что с того? Как-то что. Ну что ж... Тогда разрешаю. Ну что ж... Что с того? Здравствуй, старина Чарльз. Где ты была? Танцевала. Тише. Люди спят. Люди. Люди. Поверьте, это с рук не сойдет. Придумала возвращаться под утро. Мы с мамой должны всю ночь не спать. Кто вас просил дожидаться меня? Я не просила. Легкодоступная женщина. Вот в кого ты превращаешься. Я этого не допущу, понятно? В следующий раз поздно домой тебя не пущу. Помолчи. Что это такое? В чем дело? Нужно поговорить. Утром поговорим. Уже утро. Послушай, уйди, ты пьян. Уходи. Я не пьян. И уйду, когда узнаю, где ты была. Я была всего лишь с мистером Прентисом. Мне жаль, что ты прождал меня всю ночь, но он пригласил меня на вечеринку. И я подумала, а почему бы нет? Ну да, ты стремишься к лучшему. Что ты имеешь в виду? Что тебя скоро будут интересовать только пьянки-гулянки. Если ты еще раз скажешь что-нибудь подобное, я залеплю тебе оплеуху. Леби. Ты говоришь мне правду. А почему я должна тебе лгать, старина Чарльз? Конечно, правду. Прости. Но ты ведь ушла с нашего собрания и не сказал, куда идешь. Демонстративно меня не послушал, соннизила. Это больше, чем способен вынести такой человек, как я. Лучше бы ты не делал меня членом труппы. Я делаю тебе вылочку последний раз. У тебя своя комната, у меня своя. Все остальное не важно. Знаешь, я провел бессонную ночь. В голове у меня крутились мысли о будущем. Твоя жизнь будет меняться, в ней будут все новые, новые номера. Чарльз, этого не будет. Больше никаких номеров. Я буду выступать на настоящей сцене. Мистер Прентис и его театральный агент все устроят. Я же говорила тебе, старый ты дурак. Я говорила, что так будет. А что будет со мной? О, Беджентри, об этом ты подумала? Разумеется, какое тебе до нас дело? Послушай, Чарльз, ты всегда говорил, что я хорошая актриса. Так не стой на моем пути, когда мне подвернулся шанс. В конце концов, выступление на улицах всего лишь дураковаляние. Значит, я всю жизнь валял дурака, по-твоему? Наверное, большую часть. Видишь ли, дружище, были бы мы хорошими актерами, выступали бы в театре, а не около него, отмахиваясь от дуринок. Нас хоть не сажают. Значит, таким ты видишь для меня, Алим, сколько времени мы уже работаем. Ты был моим единственным учителем. Учителя иногда ошибаются. Уходи, убирайся. Я никуда не уйду. Я имею право здесь находиться. Убирайся. Послушай, я лишь хотел сказать, что такие, как мы, вообще не попадут на Олимп. Я не говорил о тебе. Я не позволю тебе уйти. Мама! Ты останешься. Мама! Остановись. Перестань кричать. Я тебя и пальцем не тронул. Заткнешься ты, наконец. Я хочу на тебя жениться. Ты можешь это понять? Что? Да, я хочу на тебя жениться. Понимаешь? Ты с ума сошел? Наверное, давно не смотрелся в сковородку. Мама! Мама! Он не может без стука вламываться в мою комнату. А то, что он говорит, по-моему, он просто сумасшедший. Чарльз, тебе лучше пойти с нами. Он верно говорит, Чарли. Тебе нужно проспаться. Теперь нам всем стало ясно. Во-первых, я пьян. Во-вторых, я сумасшедший. Мне говорят, иди, закуси и проспись. И выходит, я всего лишь попрошайка. Значит, вы не верите, что если я что-то сказал, я это сделаю? Наше партнерство закончено. Это касается и вас двоих. Оно разрушено и больше никому не нужно. Мы сообщаем о смерти нашей труппы. Но кого это волнует? Наша ведущая актриса нашла другую работу. Вот и я тоже найду другую работу. И покончу с уличной клоунадой. Считаете, я не могу добиться успеха в настоящей мужской работе? Я докажу вам, что это не так. Я мужчина, не сомневайтесь в этом. Некоторые считают уличные выступления смешными. Признаю, я и сам нахожу их смешными. И эти обращения, добрая сторона Чарльз, дорогой сторона Чарльз, не менее смехотворной. Да, он достаточно хорош, чтобы кому-то прослуживать. Достаточно хорош, чтобы растрачивать свое время на кормление кошек и собак. Вместо этого он лучше выйдет и даст представление, которое ослепит мужчин и женщин. До свидания, народ. Всем благ девушки на ее новом поприще. Чарльз найдет себе новую улочку. Улочку для выступлений. Либерти Красавица и чудовище Либерти Кавалин Рос Либерти Либерти Кавалин Рос Что его не устраивает? Он хочет сказать, что это ужасно. Катастрофически плохо. Знаю, не могу придумать мотив. Ничего не получается. Ради звезды можно постараться. Заткнись. Если можешь дать нам конструктивный совет, дай. Если нет, проваливай. Правильно. Если от них нет толку, прогони их. Рассеялись вокруг, отвлекают всякой ерундой. Разве при таком раскладе что-нибудь получится? Давай послушаем, что ты сочинил. Я не готов к приходу до Кэсси. Я бы предпочла сама об этом судить. Хорошо. Для Ду Кэсси может сгодиться, для меня слабовато. Может, что-нибудь в этом роде? Кто он такой? Кто это? Прошу прощения, Дэн Константин. У него отлично получается. Когда я была членом никудышной любительской труппы, то танцевала под эту мелодию. Ты же помнишь ее? Ты имеешь в виду... Нет, не так. Постаньте. Я нашел мелодию. Нашел. Ух. Отлично. Они готовы. Они готовы. Ух. 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 КОНЕЦ 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 Гениальная репетиция. Гениальная репетиция. Гениальная репетиция. С раннего детства у меня было сильное желание... К самовыражениям. Когда мой талант открыл мистер Прентис, это было как в сказке. Спасибо, Мэрин. Спасибо. Разумеется, я всем обязана мистеру Прентису, мистеру Какету и, конечно, нашему спонсору, мистеру Темперли. 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 Замечательный человек. Замечательный. Отличный. Вам понравилось работать с мистером Ду Кэсси? Он чудесный человек. Чудесный. Помолчи, ты не думал, что у меня хватит наглости решить, что в раздевалке мне лучше остаться одной? Нет, нет, я не о вас. Я очень рада, что вы пришли и очень вам благодарна. Надеюсь, вам понравится спектакль. Поддержите меня аплодисментами. Обязательно. Просто скажите, ребята, что она замечательная. Удачи и славы. Спасибо, что бережешь мои силы перед выступлением. Но в первый вечер мог бы и не прогонять гостей. После репетиции у тебя утомленный вид. Не беси меня. Ты хочешь один слушать мои чувственные стоны? Перед выступлением я себе этого не позволю. И даже после, в креслах портера. Вот. Может быть, тебе интересно будет узнать, что я занимаюсь этим с Джеком Темперли на балконе во время последних девяти репетиций. Ты чудо. В любом случае, без Темперли спектакль не состоялся. В этом я беда в том, что у тебя нет чувства благодарности. Все на репетицию. Что ж, Либи, удачи. Ты должна знать, что одна актриса в этой постановке чудо из чудес. Дорогой. На репетицию тебя зовут. Благослови тебя, Господь. Пока. Давай, Мэриан, быстрее. Мы все успеем, дорогуша. До твоего выхода целых 20 минут. Да, кстати. Это от меня. Как здесь жарко. Открой окна, пожалуйста. Тебя не беспокоит, что твой парень украл эту мелодию? Мэриан, зато теперь я внутри театра. Бетель, хочешь, чтобы мы работали вместе? Сегодня был хороший день, но... Возвращайся, хорошо? Возвращайся к опе. Ну же. Отцепись от меня. Пока. Здесь ничего не поделаешь. Убирайся. Ты глупая собака. Убирайся. Вот так встреча. Чарли. Чарли. Подожди. Послушай, Чарли. Чарли, постой. Одну минутку. Чарли. Это был Чарли. Благодарю. Большое спасибо. Они померли баром. Песикова облюбовала, как в прошлый раз. Отстань, Бетель. Уходи. Тебя ищут твои хозяева. Уходи. Почему не уходишь? Смотри, вон там большая собака. Смотри. Тебе нужно прятаться. Пошел. Вам понравилось? Честно говоря, нет. Нет? В Дуке себе спектакль тянула дилла на себя. Осторожно, мысливики. Я не могу так выйти. Ты восхитительна. Сколько у нас времени? Побыстрее, пожалуйста. Давай, дорогая, давай, быстрее. Шляпку возьми. Спасибо. Ну, теперь все в порядке. Пошли. Осторожно, сплать им, дорогая. Ну как? Лучше не бывает. Дорогая, ты просто изумительная. Этот театр для вас слишком провинциален. Он не в себе. А тебе понравилось? Я же еще до спектакля сказал, ты великолепна. Великолепна? Она сама не понимает, насколько она великолепна. Меня встречают толпы репортеры? Ты ведь на этом помешана. Ты меня любишь? Люблю я тебя. Неужели не знаешь? Дайте ваш автограф, пожалуйста, мисс Ливерти. Дайте автограф. С удовольствием. И мне, пожалуйста. Вы куда вылезете? Я последний. Я в очереди. Ливерти. 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 Прекратите, мужчины. Дайте пройти. Прочь. Ливерти. Ливерти. Что ты вытворяешь? Она хочет меня видеть, и я это знаю. Убирайся. Люби. Люби. Прошу прощения. Что происходит? Он пьян. Пройдемте. Только я имею право с ней разговаривать. Повтори еще раз. Я не понял. Мне не дают тебе поговорить. Выскочь, я укажу тебе твое место. Что происходит? Да вот, представляешь, нападение на полицейского. Наконец-то я впервые дал легавому морду. И буду всегда так делать. Это мы еще посмотрим. До свидания, Либи. Это был успех, правда? Мне все равно. Успех многое меняет. Если успех для тебя важен, ты к нему и приблизилась. Снимем тропку, или он так и будет звонить. Узнай, кто звонит. В понукании ты явно добилась успеха. Алло. Привет, Джек. Темперы. Меня нет. Что? Либи? Ее здесь нет. Я отвез ее домой. Не хотел, чтобы она обратила внимание на полицейских. И быстро увез ее. Нет, я не спал. Так она и так на самом Олимпе. А тебя уже пишут в газетах за океаном. Я известна в Америке? Или, конечно, ее бы обрадовала. Но она часто отключает телефон. Спроси его, когда впервые обо мне написали. Помолчи. Что? Как? Да. Отзывы, правда, очень хорошие. По его словам, пишут, что ты была бесподобна. Дай мне трубку. Я позвоню позже. Чистолюбивая ты дура. Хочешь, чтобы Темперли узнал, что ты здесь? Наплевать, если речь идет о Голливуде. Пинком под зад Темперли. Пинком под зад нас всех. Ты сам говорил, что только солдат может чего-то добиться. Ну да, солдат-гренадер отправился покорять Голливуд. Я знал, что ты захочешь его покорить. Ты похож на праведника, который скрывает свою праведность. Ты меня любишь? Не буду поощрять тебя в завоевании вершины. Наверное, жалею, что я добилась успеха. С чего вы? Тебя уже взяли в Голливуд? Еще не взяли, но я и тебя возьму с собой. И мне светит попасть в Голливуд? Конечно, мы поженимся и тогда. Я не женюсь на тебя, Либия. Вот как? Значит, не женишься. Можно назовешь хоть одну причину, по которой мне стоит это сделать? Ты меня любишь? Действительно, я тебя люблю, но... Что но? Мне не хотелось бы стать вторым Чарльзом. На что ты намекаешь? И вообще, болван, разве я тебя о чем-нибудь спрашивала? Бедный старый Чарльз. Чарльз? Где ты? Куда вы все пропали? Джентри? Что тебе нужно? Где Чарльз? Мне бы не хотелось, чтобы ты врывалась в позволение сказать спальню, молодого человека. Я спрашиваю, где Чарльз? Не понимаю, как у тебя хватает наглости об этом спрашивать? В каком смысле? Не понимаешь, что такое наглость? Я тебе объясню. Наглость то, как ты повела себя с Чарльзом. Сперва промышлял мелким воровством, потом Чарльз из-за тебя размяк, приютил, взял в труппу, как бродячую кошку. Кошка – самое подходящее слово. И какова благодарность? Ты воруешь нашу музыкальную тему, потом ссоришь Чарльз и его друзьям, и затем вообще исчезаешь, не сказав ни слова. Правда, прихватив парочку открыток. Послушай. В этом нет необходимости. Хотите что-нибудь добавить? Сэр, я не буду больше надоедать вам своей истории и любви. Я родился в цирке, но предпочел зарабатывать на жизнь классической литературой. Видите ли, я профессиональный декламатор. Хотите послушать, что исполнить? Могу Гамлета? Зеленый глаз? Если вы сможете сдержать ваш гнев, мы устроим погребальный звон. Достаточно. Это исполнение было моим бенефисом. Что известно, я в актерской деятельности. Вообще-то, сэр, вообще-то, сэр, нельзя отрицать то, что осуждение заключенного сводит на нетливые заслуги, а именно 24 выступления. Их было всего 19, ваше честь. Всего 19? Вы не учли, что многие монологи я произносил в обычной жизни. Тишина в зале. Можете объяснить, что вы делали возле театра в нетрезвом виде? Ладно, сэр, почему не объяснить? Она была внутри театра, а я снаружи. Разумеется, я понял, что она стала звездой по охране, по окружающей мишуре. Я вернулся к концу спектакля, просто посмотреть. Но, увидев ее, впервые осознал, что утратил радость жизни. Вот я и сорвался на полицейских. Мне жаль. Это послужит уроком тупома актеришки. Это послужит мне хорошим уроком. Я запомню это. Вам придется сесть в тюрьму на 4 месяца. 4 месяца? Я даю вам этот срок отчасти потому, что у вас было время перебороть ваши душевные муки. И вы не на свободу. Вы бы вели себя достойно. Достойно? Я так и сделаю. Я сменю профессию. Не видишь, куда прешь? Простите, я сожалею. Это была моя вина. Огромное спасибо, сэр. Спасибо. Хорошо. Благодарю. Покажите дорогу слепому вот сюда, старик. Спасибо. Такси? Через минуту, сударня. Я найду вам такси. Подайте немного, сударня. Чарльз? Я в образе. Да это Либи. Шикарно выглядишь. Что ты здесь делаешь? Как тебе не стыдно, Чарльз? Такси, сударня. Пожалейте бедного старика. Не видите, он слепой. Это вы слепая. Вот и идите пешком. А ты, болван, залезай внутрь. Ничего, милочка, пройдитесь. Ваши ноги не так устают, как мои. А твое поведение возмутительно. Я уважаемая леди. Вокруг меня крутятся мошенники. Я впервые у твоего дома. Так я тебе и поверила. Мэриэм, дай чумки, пожалуйста. Я в первый раз попробовал сыграть слепого. До прошлой недели вышел. Откуда? Из больницы? Ты был в больнице? В тюрьме. Ты был в тюрьме. Ты все не так поняла? Не так поняла. Если я и научилась всех обводить вокруг пальца, то на своем горьком опыте. А не благодаря тебе. Посмотри на себя. Ты выглядишь как... Это ведь не скоро, а да. Я не забыл, что ты тогда сказала. Тебе все-таки лучше взглянуть на себя в нормальное зеркало. Держи. А насчет тюрьмы сам виноват. Нечего было появляться на публике пьяным. Но ты не оставила мне выбора, не так ли? Доказала, что я ни на что не гожусь. Как ты можешь так недостойно винить меня во всем? Ну, это так, Леби. Чарльз, голубчик, чтобы я не сказала сгоряча, я никогда так не считала на самом деле. Считала, Леби. Даже если считала, когда выходила из себя. Так что у меня тоже не было выбора. Мириам, я где-то бросила чулок. Быстренько принеси его. Могу я отплатить тебе той же монетой? Искренностью. Если бы я была с вами, то оставила бы твоих бедных старых оппи-джентри без работы. И тебе пришлось бы вернуться к маме, коту и тихому прозябанию. Сомневаюсь, что это удовлетворило бы твое нездоровое актерское самолюбие. Я круглая сирота. Родилась в нищете, если тебе интересно. А я когда-нибудь жаловалась тебе на свою жизнь? Говорила, что я несчастна. Чарльз, Чарльз, ты отплатил мне сполна, заставив испытать меня угрызение совести. Смягчись немного. Возвращайся к работе. Работе своей жизни. Ревностно оберегай свою... Либи, можно выпить? Как долго это продолжается? Что продолжается? Твое увлечение спиртным. Я не знаю. С этим пора кончать. В этот раз я тебя угощу, но это последний раз. Чарли! Повернись ко мне. Я с тобой разговариваю, Чарли! Чарли! Столичный театр, маленькие роли, готовят к выходу новые шоу. Ты мог бы выступать в перерывах между моими выходами. Вы владельцы театра? Да. Почему бы тебе не прийти на репетицию, не показать всем, на что ты способен? Боюсь, мой репертуар там... не подойдет. Почему ты вполне можешь выступать с зеленым глазом? Я с ним давно не выступал. Тогда с если, дорогой старина Чарльз, ты можешь выступать с если. С этой поэмой я тоже очень давно не выступал. Ты вспомнишь, я тебе помогу. Если вы можете сдерживать ваш гнев, мы устроим погребальный звон вашим злополучным смельчакам. Остановись, совсем без выражения читаешь. Нужно первым же словом завладеть вниманием зрителей. Его нужно атаковать. Если вы можете сдерживать свой гнев, мы устроим погребальный звон вашим злополучным смельчакам и обвиним вас. Если тебе доставляет наслаждение, когда старик прикасается к тебе. В конце концов, мне нужен актер между моими выступлениями. Хорошо, дорогая, хорошо. Если вы можете ждать, не будучи томим ожиданием. Если вы познали на себе, что такое ложь, не культивируйте дальше ее ростки. Если с вас спустили шкуру, не задавайтесь бессмысленным вопросом, почему, и все же не упивайтесь своим мученичеством. Поделитесь с нами своей надеждой. Тишина, пожалуйста. Прошу вас, тише. Если вы способны мечтать, не предаваясь пустым фантазиям, вы себе хозяин. Если способны думать, не рождая умы заключения, вы можете стать поэтом. Если вы способны встречаться с женщинами, независимо от победы или поражения, и ухаживать за ними, словно они не отъявлены обманщицей, вас тоже можно назвать поэтом. Согласись, он не так слух. Дорогая, он только испортит твое выступление. Корчись якобы от ударов кинжалов, чтобы провести дураков или оберегая ничтожеств, ты отдаешь ради них свою жизнь. Сломалось что-то. Ну, давай же, захвати внимание зрителя. Соберись с мыслями. Мы же почти. Если вы греет и сдерживаешь себя предупредительностью и опасениями, отвергая риск одной ногой, ты уже проиграл. Кони, чашку кофе принеси. Скажи ему, чтобы тише. Я не позволю прерывать Чарльза. Там, сзади, тише. Он никогда не закончит. Чарльз, давай, продолжай. Я сбился. Сбился. Текст забыл. Начни сначала. Что? Начинай все сначала, Чарли. Все. Сначала. Когда я раньше начинал выступление, никто не бросал мне реплики, что я делаю что-то не так. Если ты в состоянии заставлять расстроенные нервы и усталые мышцы выполнять их функции, тогда давно все изношено. Тогда держись. А в моем случае лишь воля, говорит моим усталым и ни на что негодным членам продолжать. Начатое. Чарли. Бесполезно это все, дорогая. Из меня не сделаешь актера. Я выступал на улице слишком долго. Я изгой, понимаешь? Все в порядке. За меня не волнуйся. Я переживу. Чарльз. Чарльз. Подожди меня. Чарли. Не уходи, Чарли. Подожди, Чарли. Чарльз, подожди. Чарльз. Он знаменитый? У него брать автограф? Да нет, он не знаменитый. Прошу прощения. Либи, дайте автограф. Либи. Чарли. Дайте, дайте же пройти. Чарльз, пропустите меня. Пропустите. Чарльз, пожалуйста. Чарли, не уходи. Чарли, пожалуйста. Чарли, пожалуйста. Автограф, Либи. Ты все такая же. Маленькая глупышка. Перестань. Что ж, теперь тебе придется всем раздать автографы. КОНЕЦ 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 Чарли. Чарльз. У вас, случайно, не найдется для меня местечко? Чарли, начинай прямо сейчас. Леди, джентльмены, сейчас я прочитаю вам знаменитую поэму, которую впервые исполнил мистер Брэнсби Уильямс. С тех пор по самым различным поводам в переулке Святого Мартина с ней выступали мистер Джон Гилгут и ваш покорный слуга. Конец. КОНЕЦ